На трассе Верхняя Пышма, поселок Садовый, посредь белой дня, как бы приключился как бы жесткий лобовой замес с участием старенькой потрепанной жизнью 31-й Волги и итальянского микроавтобуса Ивеко Дейли. Как вы видите по внешнему облику отечественного болида, ДТП не всамделишное, а как бышное, ибо очевидно, что это были маневры. А эта Волга, видимо, участвует в них уже далеко не первый раз. Вот помнится лет 25 с хвостиком назад, когда мы только начинали журналистскую карьеру, мы рассказ о таких или любых других учениях начинали, будто все случилось прямо реально. Сегодня на трассе Верхняя Пышма, Садовый, в лобовом таране расхристались Волга и Ивека. Двух пострадавших из Волги сдали в машину медицины катастроф, особо тяжко покалеченного пассажира из микроавтобуса забрал МЧСовский вертолет Ми-8 и увез в лечебницу. И такой бойкий раздув в 90-х очень классно заходил. И только ближе к концу репортажа сообщалось, вы прослушали радиороман «Война миров». Но сейчас уже и нам скучно этим заниматься, ибо такие учения проводятся с пугающей регулярностью раза по два в год. Они неизбежны, как поводок и лесные пожары. Да и зрителей сейчас на такой мякине не проведешь, потому сразу сходу на берегу маневры. Причем, что важно, межведомственные маневры, цель которых – в очередной раз отработать взаимодействие разных структур на таких вот как бы жестких ДТП. А такие скиллы, ой, как помогают на реальных жестких ДТП, коих в наших широтах, но чуть не каждый божий день. А давайте-ка по порядку посчитаем, сколько служб было задействовано в межведомственных учениях. Первое – дорожники. По фабуле три КАМАЗа после обильного снегопада чистили трассу и увидели расхлестанные ТСы на обочинах. Второе – гаишники, которых вызвали дорожники. Они огородили место замеса, организовали движение транспорта и оформили ДТП. Далее третье – СПСЧ. Специализированная пожарно-спасательная часть Екатеринбурга. Этакий спасательный спецназ. Его бойцы в 524-й раз раздербанили эту бедную «Волгу» своим гидроинструментарием на куски, сорвали крышу, выкорчевали травмированных пилота и пассажира. И с рук на руки на носилках передали работникам трассового пункта экстренной медпомощи, областного центра, медицинный катастроф. И это уже четвертая служба на маневрах. Пятые – это огнеборцы. Не спецназ. Обычные героические пожарные. Которые запенили местность возле «Волги». Такая пенная вечеринка необходима, чтобы избежать воспаления разлившегося бензинчика. Шестые – это спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Которые вдвоем десантировались по веревке с геликоптерами И-8 и затащили на борт вертолета тяжко-покалеченного пассажира микроавтобуса ИВЕКа. Хотя в реальности эта улетная кукла очень сильно походила по одежде на рулевого «Волги», но это не принципиально. Седьмыми можно считать врачей скорой помощи, которые тоже приезжали, но, видимо, забрали с собой одного из пострадавших в «Волге». Впрочем, эта фабуля маневров никак не прописана. Ну и восьмая служба – это психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС. Они успокаивали непокалеченных, но напуганных пассажиров микроавтобуса ИВЕКа. Как сообщается, в течение получаса эта слаженная команда из восьми разных структур ликвидировала последствия как бы ДТП. Как и год назад, и десять лет назад. В общем, сплоченность растет из года в год. Ну вот как-то так. В этом году у авторових строк было такое настроение, потому получилось такое сюжетное построение. Сегодня проведены межведомственные тактики специального учения по ликвидации чрезвычайной ситуации при ликвидации ДТП на автомобильных дорогах регионального значения. Цели и задачи данных учений заключались в организации взаимодействия службы и ведомств по ликвидации данной ситуации. Межведомственные у нас учения проводятся не реже одного раза в год. По взаимодействующим структурам, в нашем случае среди главного управления, у нас не менее двух раз в год данное учение проводится.